Целебные водные настои. Рассмотрим три способа приготовления водных настоев, горячий, холодный и смешанный. В первом способе измельченное растительное сырье нужно положить в эмалированную кастрюлю, стеклянную или фарфоровую посуду и залить кипятком. Посуду накрываем крышкой и нагреваем в течение 15 минут на кипящей водяной бане или на горячей плите, не доводя до кипения. Затем снимаем настой с плиты и полчаса, час охлаждаем при комнатной температуре, не снимая крышки. Процедив настой через слой ваты или марлю, сложенную в несколько раз, отжимаем остаток сырья и добавляем кипяченой воды до объема, указанного в рецепте приготовления. Например, если к сырью вы добавили стакан воды, 200 мл, а после процеживания у вас получилось 180 мл настоя, к нему нужно добавить еще 20 мл воды. Иногда готовят на пары, то есть настой выдерживают, парят в горячей духовке или печке 8-12 часов, а потом процеживают. Второй способ приготовления настоя. Чтобы приготовить настой холодным способом, заливаем измельченное растительное сырье холодной кипяченой водой, закрываем крышкой и настаиваем 4-12 часов. После этого его нужно процедить, и можно будет употреблять. Самый эффективный, третий способ, смешанный, холодно-горячий способ приготовления настоев, при котором из растений можно получить большего всего действующих веществ. Сначала измельченные части растений настаивают в закрытой посуде с холодной кипяченой водой. Затем настой процеживают и сливают в другую посуду. Остаток после процеживания заливают кипятком и 15-20 минут томят на плите, не доводя до кипения. После остывания настой процеживают, остаток растений отжимают. Затем оба настоя смешиваются и их можно употреблять. Если вам не трудно, поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на канал, чтобы узнать о пользе и применениях других растений и рецептов. Сам рецепт вы можете скопировать для себя, в описании под видео. Спасибо вам, что были с нами, будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok